Всем привет! С вами Артур, компания Фабрика МПСРОК. Сегодня мы вам показываем генерал-профобок. Первая модель это БАЭС с 17000 дайвером, мощностью 15 кВт, с напряжением 230 и 400 кВт, с 100 кВт на 60 кВт. Здесь есть две силовые розетки на 16 ампер для антрофазного опора 2 кВт, то есть на 400 вольт. Есть на каждую розетку автомат защиты для защиты ваших потребителей и есть однофазная розетка на 32 ампера для однофазных потребителей. Кстати, самый плюс в том, что здесь есть силовые клеммы для потребителей, у которых большая мощность запускается. Есть генератор с ключа, есть воздушная досконка, как на жигулях. Есть разъем для блока автоматики. Дистанция оснащена аккумулятором, повышенной емкости. Самый плюс этого генератора, что здесь есть ручки для его переноски. Вот, плюс здесь устанавливаются колеса для его транспортировки удобной. Вот, собственно, ручка. Вот, выглядит сам двигатель. Здесь, собственно, с той стороны то же самое. Если пойти дальше, можем рассмотреть модели. Это генератор на 10 кВт, трехфазный. Вот эта модель 10000 кВт, однофазная на 10 кВт. Плюс вот сверху генераторов лежат блоки автоматики. То есть, если внешняя сеть пропадет, автоматика это увидит. Даст команду на запуск генератора, допустит его. Допустит генератор, перекручит на него нагрузку. И, собственно, все потребители будут убиты на генератор. Как только внешняя сеть появится, автоматика подаст команду на отключение генератора. И переведет обратно нагрузку на сеть. А генератор заглушен. То есть, это очень удобно. То есть, в лесу света человека. То есть, у меня самому экономически ничего не выписано. Плюсом, также новая модель. Клик ВС-14000 АЕС. Это модель на 12 кВт, однофазная. С напряжением 220 Вольт. Если посмотреть дальше, там стоят станции обычного заполнения. То есть, можно сказать, для частных домов, для стройки какой-либо генератора. На 7, 5, 4, 3, 2 кВт. Однофазные, трехфазные. В том углу расположены генераторы дизельные. То есть, если посмотреть на вот этот генератор, это двигает генератор с жидкостным охлаждением на 12 кВт. Чешский контроллер автомат. Двигатель здесь стоит 4-цилиндровый. Плюсом этой установки является то, что здесь гарантия 2 года, либо 1500 мот. в зависимости от того, что наступят ранние конкуренты. Такой гарантии не дают. Здесь стоит аккумулятор повышенной емкости. Стоит подогрев воздуха для облегченного запуска генератора. Плюс генератор жидкостного охлаждения. Сюда заливается антифриз. То есть, станция не нагревается. Есть отключатель массы, чтобы аккумулятор не подбежался. Плюсом здесь хорошо продуманная кросс-плата. В базовой комплектации установлена зарядка аккумулятора постоянно, чтобы аккумулятор не подбежался и генератор был всегда готов для старта. Кросс-плата, если сравним с конкурентами, есть не у всех. Здесь можно все легко диагностировать и в случае чего исправить неисправность. И вот автомат для снятия нагрузки. Вот схема. Стоит чешский контроллер КамАП полностью рецептицированный. Можно легко в доступе найти по нему дополнительную информацию и дооснастить с всякими фишками. К примеру, отслеживать, как работает станция по интернету. Здесь стоит фирменное масло ФУБАК. Если его использовать, то гарантия, про которую я ранее говорил, будет. Если пойти дальше, здесь стоит генератор на 10 кВт, трехфазный. Он на колесах, его можно удобно перемещать. Здесь стоит его брат-близнец, только однофазный. 10 кВт, напряжение 220 В. плюс на нем лежит блок автоматики, про который я ранее говорил. Вот он трехфазный. То есть, кстати, вот он для этой станции перепутали. А вот этот вот, на вот эту модель и вот на ту. Так, вот этот генератор у нас на 5 кВт трехфазный для трехфазного бруда у меня. Вот этот 5 кВт однофазный. Здесь у нас расположены инверторные генераторы. Плюс этих генераторов в том, что здесь синусоиды потока очень хорошие. То есть, можно подключать какое-то медицинское оборудование, кассы, ноутбуки и тому подобное. То есть, те потребители, которые зависят от хорошего напряжения. То есть, здесь идеально 220 Вольт. Допустим, вот этот генератор, он номинальной мощностью 6,5 кВт, пиковый 7 кВт ампер. Здесь есть две розетки по 16 ампер для маленьких потребителей и есть силовая розетка на 32 ампера. На каждой розетке есть защита от перегрузки. Плюсом, можно достанавливать станцию блоком автоматики. Есть экономичный режим. К примеру, если вы используете не на всю мощность станцию, на 20 кВт, на 30%, включает этот режим, обороты двигателя будут другими и станция будет расходовать гораздо меньше топлива. Станция запускается с ключа либо с ручки, что очень удобно. Аккумулятор, собственно, оснащен аккумулятором, генератором. Есть ручки для переноса, плюс там в комплекте и дуют колеса. То есть очень удобно транспортировать. Обычно наши клиенты берут такие станции, к примеру, для резерва магазина. Есть портативные 700, 2 кВт, 2,3 кВт.